Еще с 1965 года, 5 октября, ЮНЕСКО и Международная организация труда отметили заслуги учителей и важность их профессионализма. Их профессии было дано четкое определение и в постановлении о положении учителей. Первый международный документ о правовом статусе работников образования. У каждого университетского преподавателя тоже когда-то был первый учитель. И, возможно, именно он побудил их встать на этот путь. О таком влиянии рассказала преподаватель факультета журналистики Ольга Лахтачева. Сейчас, когда я анализирую весь этот опыт, к чему я пришла в свои деятельности, конечно, повлияли. Потому что передо мной были такие яркие образцы, яркие педагоги. Настолько они любили свою профессию, они любили своих детей. И, конечно, это не могло не передаться. И я смотрела на них, и я видела себя. И это здорово, что, наверное, мои желания совпали с тем, что сегодня я тоже преподаватель. Помимо преподавателей о своих учителях, помнят также студенты и сотрудники ЮРГУ. Для каждого человека учитель – это тот, кто помог встать на путь взрослой жизни и определиться с выбором профессии. Для меня учитель – это тот человек, который является наставником твоим в школе. Он придает тебе часть своего опыта и помогает тебе определиться с твоим будущим. У каждого есть свой учитель, свой наставник. Для меня это стал не обычный школьный учитель или преподаватель, а именно из преподавательской школы искусств, где я научилась рисунку. Собственно говоря, поэтому я поступила на архитектурный факультет. Она научила не только рисовать, но и мыслить, но и жить. Привила вкус литературе. Я очень благодарна ей. Моей первую учительницу звали Касаткина Любовь Ивановна. Она у нас преподавала русский язык и литературу. И, наверное, можно сказать, что именно она привила мне любовь к чтению, что впоследствии повлияло и на выбор профессии. Сейчас я работаю в научной библиотеке нашего университета. Учитель – это для меня такой человек, который всегда может не только научить чему-то, рассказать что-то, а который может еще помочь какой-то жизненной ситуации, дать напутственное слово и который останется в моей памяти навсегда. И такой учитель у меня есть – это мой учитель физики, мой классный руководитель Ирина Алексеевна, который был в моей школе. И она всегда мне помогала, хорошо учила и вообще ее люблю, он хороший человек. У меня был любимый учитель в школе – это учитель английского. Он учил меня, наверное, любить музыку. Несмотря на то, что он был учителем английского, этот преподаватель научил меня любить именно английскую музыку. У него была любимая группа – это ACDC, Nirvana и Beatles. И, наверное, именно он научил меня воспринимать эту музыку не как просто рок, не как просто какое-то сочетание звуков, а именно как какую-то эпоху. Играет музыка. Продолжение следует...